575, беседа 54, Бытие 27, 42. Видели вы вчера великое благомыслие мытаря и незреченное человеколюбие Господа и крайнюю бесчувственность иудеев? Видели, как блаженный Матфей своим скорым послушанием Господу и столь важной переменой жизни научает всех нас, что после высшей благодати наша воля служит причиной добродетели и порока, и что при собственном усердии мы можем сделать все добродетельными, а при нерадении опять не сдергаемся в бездну. Пояснение. Беседа о мытаре, бестрекословно последовавшем Господу Матфею, о которой упоминает здесь святой Златоуст, не видно в числе бесед на книгу Бытия. Если нельзя здесь разуметь одну из бесед его на Евангелие от Матфея, то надо бы наполагать, что особая беседа о мытаре Матфея не сохранилась до нашего времени. Тем-то и отличаемся мы от бессловесных, что человеколюбивый Бог почтил нас разумом и в природу нашу вложил познание добра и зла. Итак, никто не должен оправдывать себя тем, что не брежет о добродетели по неведении или потому, что не имеет руководителя на пути ее. У нас есть достаточно руководства, совести, и невозможно, чтобы кто-нибудь лишен был ее помощи. При самом сотворении человека вложено в него и познание того, что он должен делать, дабы показать свое благомыслие. Упражнением в подвигах добродетели в настоящей жизни, как бы в некоторой школе борьбы, получил за добрые подвиги награды, потрудившись краткое время, удостоился бы венцов в веки нескончаемым, стяжав добродетель в этой скоро приходящей жизни, наслаждался бы нетленными благами в веках беспредельных и бесконечных. Зная это, возлюбленное, не унизим своего достоинства, не будем неблагодарны за такое благодеяние и гоняясь за временными мнимыми удовольствиями, не будем готовить себе вечного мучения. Будем устроять свою жизнь, как постоянно имеющее перед собой недремлющее око, видящее сокровенное наше помышление. Огражденный оружием духа и показав собственное доброе расположение сердца, мы привлечем помощь свыше, чтобы при ее содействии победить врага и сопротивника, и сделав безвредными его козни, могли мы насладиться теми благами, которые Господь обещал любящим его. Поэтому никто не должен смотреть на трудность добродетели, но имея в виду происходящую от нее пользу, всякие с готовностью да подъемлет ради нее все труды. Если те, которые занимаются житейскими делами и безумно стремятся собрать богатство, на все с готовностью решаются, и хотя предвидят и опасности на море, и кораблекрушение, и нападение морских разбойников, и не становятся от того недеятельнее, не будучи даже уверены в успешном окончании своих дел, какое же оправдание будем иметь мы, когда не с полным усердием и ревностью отдаемся подвигам добродетели ради вечных благ. Почему мы так неблагодарны к своему благодетелю? Почему не думаем ни о том, что уже нам дано, не о том, что обещано, но, забыв так сказать все, проводим всю жизнь без цели и безрассудно, подобно животным, не прилагая никакого попечения душе, только чрево наше как бы разрывая от пресыщения, через той бедному нашему телу нанося большой вред. Между тем, как вследствие неумеренности и многоедения, мы стараемся приготовить себе множество предметов, душу оставляем томиться в голоде. А ведь душа важнее тела, и когда она исходит из тела, тело остается мертвым. Итак, должны мы и душе доставлять свойственную ей и сообразную с ее природой пищу. А не соблюдая меры ни в том, ни в другом отношении, то есть одно тело насыщая сверх нужды, а другую душу, принуждая гибнуть от голода, мы вредим обоим. То, чем владыка всячески как величайшим гневом угрожал некогда народу иудейскому, говоря, пошлю вам не голод хлеба, не жажду воды, но голод слыша ни слова Господни. Научая нас, что тот голод может ослабить тело, а этот поражает самую душу, то самое, что тогда Господь угрожал навести на них вместо наказания, мы теперь добровольно привлекаем на себя. И при том тогда, когда Бог показал столь великое попечение о нас и по Его устроению мы при чтении Писаний получаем еще и вразумление от наставников. Поэтому умоляю вашу любовь отложить всякую леность, хотя немного воспринять и все старание обратить к спасению души. Таким образом, и вы заслужите великое благоволение от Бога, и мы еще ревно с ней сделаемся к назиданию вашему, когда увидим, что наше увещание земледелие исполняется на деле. И земледелец, когда видит, что земля способна к возделыванию, не приносит ему много плодов, то и сам с большим усердием выходит на труды земледелия. Так точно и мы, когда увидим приспияние ваше в благочестии, ваше старание исполнять на деле наше поучение, и сами будем прилагать еще более труда к наставлению вашему, зная, что сеем не на камнях, но в тучную и глубокую почву бросаем семена. 577. Для того мы и предлагаем вам каждый день поучение, чтобы и вы выходили отсюда, получив какую-либо пользу, и умножали ваши добрые дела, и мы радовались, видя ваше приспияние. Разве мы без нужды и без цели хотим беседовать с вами, для того только, чтобы получить от вас похвалу, чтобы вы с рукоплесканием расходились отсюда. Не для этого, да не будет, а для вашей пользы. Для меня самая великая и достаточная похвала так, что если кто от порока обратится к добродетели, если кто прежде бывший беспечным сделается старательным от нашего увещания, это принесет и мне величайшую похвалу и утешение, и вам великую пользу и духовное богатство. Но я и не сомневаюсь, что вы окажете великую рачительность, так как знаю, что мы научены Богом, да и других можете назидать. Поэтому, остановив здесь мое увещание об этом, продолжу обычное поучение из слов блаженного Моисея или лучше, из слов Святого Духа через Моисея, изреченных нам, и предложу вашему вниманию хотя немногое, устрою для вас сегодня угощение. Вы слышали недавно, как Иаков, поступив во всем по совету Ревекки, получил благословение от отца, совершив эту похвальную татьбу, через что приобрел от Бога содействие и его старание достигло успеха. Но после того в Исааве родилась сильная зависть к нему, так что Исаав помышлял об убийстве. Такова эта пагубная страсть, она не остановится, пока увлеченного ею человека не низвергнет в бездну, пока не доведет его до греха убийству. Потому что корень убийства – зависть. Так и вначале было между Каином и Авелем. И тот, не имея ничего ни малого, ни великого, в чем бы мог обвинить своего брата, лишь увидел, что Господь благоволит к Авелю за принесение даров, а его отверг за собственное его нерадение. Тотчас воспылал завистью и, породив в уме корень убийства, вскоре обнаружил и гибельный плод его. И убийство совершил на деле. Так и теперь Исаав, увидев, что брат получил благословение от отца, увлекаясь гневом и завистью к убийству, помышлял погубить брата. Но дивная мать, чувствуя это, опять проявляет свою материнскую любовь к сыну и предлагает совет, могущий исторнуть его из рук брата. И пересказаны были Ревекке слова Исаава, старшего сына ее, и она послала и призвала младшего сына своего Якова и сказала ему «Вот Исаав, брат твой, грозит убить тебя, и теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги в Месопотамию, к Лавану, брату моему, в Харран. Опыт покажет тебе, говорит она, что я тебе советую полезное. И как ты, послушавши слов моих, получил великие благословения от отца, так и теперь послушай меня, чтобы избежать тебе рук брата. Так и себя ты избавишь от опасностей и меня от печали. В порядке вещей, что он, если отважится на это, подвергнется наказанию, и тогда со всех сторон умножатся у меня тяжкие скорби. И поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обеих вас? Пойди, говорит, к брату моему, Лавану, поживи там с ним. Естественно, что удаление, продолжение времени произведут лучшие действия. Страсть укоротится, зависть угаснет, и он забудет о твоем поступке относительно похищения и благословения, и забудет, что ты сделал ему. Естественно, что он гневается, говорит она, поэтому лучше уклониться от его ярости. Когда со временем он это забудет, ты можешь уже безопасно поселиться здесь. И чтобы сын не печалился, будучи вынужден удалиться на чужбину, смотри, как она успокаивает дух юноши. Во-первых, говорит, иди к Лавану, брату моему. Разве я, говорит, к какому-нибудь чужому заставляю тебя идти? К брату моему, и поживи с ним немного. Короткое время, говорит, немного дней поживи, пока утешится гнев. Теперь гнев его в полной силе, как управляемый страстью. Он не имеет никакого уважения к отцу, а братской любви в мыслях не держит, но одним только занят, чтобы удовлетворить своей ярости. Я всего опасаюсь и боюсь за обеих вас, чтобы не лишиться мне того и другого. Заметь благоразумие матери, как она, движимая собственным чувством, а лучше сказать, служая в настоящем случае исполнении Божьего предречения. Советует сыну то же, что Христос умышал своим ученикам, когда советовал им не подвергать себя напрасно опасностям, но удалением укращать неистовство страсти. Тоже предлагает и она сыну, прежде всего советуя ему и ободряя его дух, чтобы он не скорбел о своем удалении. А потом представляет и благовидный повод для путешествия, чтобы не было ясным, что он удаляется по ненависти к нему брата, чтобы и отец не знал ни истинной причины его удаления, ни негодования на него Исааку. И сказала Ревекка Исааку, я жизни не рада дочерей хитейских. Если Яков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к чему мне и жить? 579. Посмотри, какая нашла она, какой благовидный предлог. Когда нам содействует вышняя десница, и трудное делается удобным, и тяжкое легким. Так как намерения согласны были с волей Божией, то поэтому Бога вложил в ее ум все, что могло содействовать будущему домостроительству. Здесь, мне кажется, она разумеет дурные нравы жен Исаавов. Именно то, что они были для них причиной многих огорчений. Выше Божественное Писание сказало нам, что Исаав, взяв жен от хитеев и ивеев, и они были в тягость Исааку и Ревекке. Желая это самое напомнить Исааку, Ревекка как бы так говорит ему, ты знаешь, сколько горькой сделалась мне жизнь от жен Исаавов, и как за их злой нраве я теперь неприязненно смотрю на всех дочерей сынов хитеевых, и возненавидела ради них весь этот народ. А если случится, что Иаков возьмет из них себе жену, то какая мне остается надежда на спасение? Для чего мне жить? Если и тех мы не можем выносить, да еще и Иаков поспешит взять себе жену из охерей этой земли, то жизнь наша кончена. Исаак услышал это и вспомнил оскорбление от жен Исаавовых. Призвал Исаак Иакова, благословил его и заповедал ему, и сказав, не бери себе жены из зочерей хананских. Встань, пойди в Месопотамии, в дом Вафуила отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда из зочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий, да благословит тебя, да расплодит тебя, и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов. И да даст тебе благословение Авраама отца моего, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму. Посмотри, как праведник все наперед ему провозвещает и дает ему достаточные средства к утешению. Предрекая ему и возвращение, и наследование земли, и то, что он не только возрастет во множестве потомства, но и сонмы народов произойдут от семени его. Услышав это, сын исполнил повеление отца и пошел в Месопотамию к Лавану, брату матери своей. Но Исав, когда узнал об этом, равный о том, что Яков вместе с благословением отца получил от него наказ не брать жены из зочерей Хананских, и отправился в Месопотамию, как бы желая исправить свою погрешность и умилосевить отца, положил, сказано Исав к Измаилу, и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила сына Авраамова, сестру Наваи Офову, сверх других жен своих. Видишь, возлюбленный, с каким благоразумием эта любвеобильная мать исторгла Якова из опасности, представив благовидный предлог к его удалению. Причем и не обнаружила злобы Исава, и не открыла отцу действительной причины, а сыну подала совет, сообразный с обстоятельствами, чтобы страхом склонить его к принятию ее слов, и внушила отцу соответственные тому мысли. А потому и праведник согласился с ее речами и отпустил Якова, напутсовав его своими благословениями. Но если вам угодно, и вы еще не утомились. Посмотрим, как Иаков совершает свое путешествие. Если будем внимательны, то и отсюда можем извлечь немалую для себя пользу, потому что образ действия праведных мужей заключает в себе самое поучительное и любомудрие. Посмотри же теперь на этого юношу, воспитанного дома, никогда не испытавшего ни трудности путешествия, ни житья на чужой стороне, ни других каких-либо беспокойств. Посмотри, как он предпринимает свое путешествие, и поучись высокому любомудрию. Яков же вышел из Версавии и пошел в Харран, и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем, и лег на том месте. Видишь, несказанное любомудрие, видишь, как древние совершали путешествия. Человек, воспитанный дома, пользовавшийся такими услугами, отправляясь в путь, не потребовал ни вьющих животных, ни свиты, ни дорожных запасов, но вступает на путь как бы уже по апостольскому примеру. Когда зашло солнце, он уснул там, где его застигла ночь, и взял камень и положил его под голову себе. Заметь, мужество юноша употребил камень вместо возглавия и уснул на голой земле. Зато, как он имел любомудрую душу, ум твердый и чушь был всякой житейской суетности, то и удостоился дивного видения. Таков наш Господь. Когда видит благомыслящую душу, немного заботящуюся о настоящем, тогда являет о ней великое промышление. 381. Посмотри же на этого праведника, который лежит на голой земле и соцерцает видение, а лучше удостаивается явление самого Бога. Увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь Бога Враама, Отца Твоего и Бога Исаака, не бойся, землю на которой ты лежишь, и я дам тебе и потомству твоему». Усматривая здесь дивное попечение человеколюбца Бога, он видел, что Яков по этой матери, страшась брата, предпринял это странствование и совершает путь, как какой-нибудь скиталец, не имея ниоткуда, никакого утешения. Но во всем полагаясь на помощь свыше. И тотчас, в самом начале пути, желая укрепить его стремление, является ему. И говорит, «Я из Бога Враама, Отца Твоего, Бога Исаака. Я сделал то, что и патриарх, и отец Твой достигли столь великой славы. А потому не бойся, но веруй, что Я, исполнивший данное им обетование, удостою тебя моего промышления. Итак, не бойся, тебе, но будь бодр и отложив всякий страх, верь тому, что Я говорю тебе». И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь Бога Враама, Отца Твоего. И будет потомство Твое, как песок земный, и распространишься к морю и к востоку, к северу и к полудню. И благословятся в тебе и в семени Твоем все племена земные. Не думай, что если ты теперь идешь в чужую страну, то лишишься той земли, где ты родился, где воспитан и возрос. И вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. И возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполни того, что я сказал тебе. Смотри, как Бог уже предрекает ему все, что будет спустя долгое время, так обыкновенно Господь всячески их творит в отношении к каждому праведнику, дает обетование, но не тотчас приводит их в исполнение, а испытывает послушание и долготерпение праведников, и потом уже обещанно исполняет с великой щедростью. Так как Он обещал ему имеющее совершиться впоследствии, а праведник имел нужду в особом утешении именно в тогдашнем его положении, то посмотри, как благие владыка вместе с обетованием будущего обнадежил его в этом тем самым, что теперь ему возвещает. Не думай, говорит Он, что я одно будущее обещаю тебе, но и ныне я с тобою, чтобы охранять тебя везде, куда ты не пойдешь. Поэтому не думай, что ты одинаково будешь совершать свой путь, одиноко. Ты меня будешь иметь спутником, меня будешь иметь на всем пути стражем, который облегчит для тебя все трудности и тяжко сделает легким. Потом, еще усиливая утешение ему, он уже предрекает ему и возвращение в свою отчизну. Возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполнить того, что я сказал тебе. Не оставлю тебя, говорит, но все, что я обещал тебе, приведу в исполнение. Кто достойно может наделиться неизреченному человеколюбию Божию и крайнему снисхождению? Посмотри, какое множество обетований дал он праведнику и как ободрил его дух, но удивляясь человеколюбию Божию, представь себе и благомыслие этого праведника. Как он после таких обетований, двадцать лет проведший в трудах у Лавана, не скорбел, не приходил в уныние от такой продолжительности времени, но все благодушно переносил, ожидая исполнения обетований и зная, что не может не исполниться сказанное Богом, в особенности, если и мы сами с своей стороны стараемся присоединять к тому веру. Терпение и совершенную уверенность в несовершившихся обетованиях, как скоро они даны Богом, как уже пришедших в исполнение. В том и состоит истинная вера, чтобы не обращать внимание на видимые события, хотя бы они и противны были обетованию, а уповать на всемогущество обещавшего. Прежде посмотрим на благомыслие праведника. Яков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно, Господь присутствует на месте всем, а я не знал». И убоялся и сказал, «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». Пораженный великим человеколюбием Божиим, праведник убоялся и сказал, «Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные, это место и теперь буду почитать домом Божиим». Удостоившись такого явления и видев самые, так сказать, врата небесные, я по справедливости должен принести здесь должное благодарение. И встал Яков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек Яков имя месту тому Весиль, а прежде имя того города было Луз. Прежде это место называлось иначе. Так как он удостоился везения высоких предметов, то хочет самым названием придать этому месту достопамятность и сделать его знаменательным на дальнейшее время, поставив камень вместо столпа и возлив елей, вероятно, только один елей он и нес с собой, находясь в пути, принес молитву человеколюбивому Богу, исполненному любомудрия. 584. Если хотите, выслушаем и самые слова Писания. Помолился, сказано он, молитвою. И положил Яков обед, сказав, если Господь Бог будет со мной и сохранит меня в пути всем, в которые я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться. Так как Господь сказал, я с тобой и сохраню тебя на пути, в который идешь, то поэтому и Он говорит, если сделаешь меня, мне то, что обещал, потом и присовокупляет от себя прошение в таких словах, если даст мне Господь хлеб и одежду. Не богатство и не излишнего чего-либо просит, а хлеба и одежды. Одежды для прикрытия тела, а хлеба для необходимого пропитания. Саметь, как этот прошением этим, наименовал Он нам дух апостольский. Столь великого любомудрия исполнена была душа праведника. То, что Христос говорил, не берите ни золота, ни серебра, ни две одежды, то Он уже знал еще никем не наученный, а сам собой, от учителя, находящегося в природе нашей. И желал получить себе от Господа только хлеб есть и одежду одеться. Если, говорит Он, это будет у меня на шужбине, и потом Господь возвратит меня здоровым, я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божиим. Из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть. Заметь признательность праведника. Когда он выражал свое прошение, то ничего дорогого не хотел просить, а только хлеба и одежды. Когда же полагает от себя обет Господу, то, зная щедрость его в дарах, зная, что воздаяние его превосходит всякое помышление наше, говорит, что поставлю это я как памятник, что здесь дом Божий. И от всего дарованного Тобою, Боже, я дам Тебе десятую часть. Видишь ли, боголюбивое намерение, еще ничего он не получил, но уже обещает приносить Богу десятину от всего, что будет ему дано. Не оставим без внимания возлюбленное сказанного, но поревнуем все этому праведнику, поревнуем мы, живущие во время благодати, жившему прежде закона. И не будем просить у Господа нашего ничего житейского. Он и не ожидает нашего напоминания, хотя бы мы и не просили. Сам дарует нам потребное. Как солнцу своему он повелевает сходить над зыми над добрыми и дождю проливаясь на праведных и на неправедных. Послушаем его, когда он, убеждая нас, говорит «Ищите прежде Царствие Божие, и все сие приложится вам». Видишь ли, что он сам готов даровать нам то, и обещает в виде прибавления даровать это. Итак, не проси как главного того, что должен получить в виде прибавления. Не будем извращать порядка, но станем искать прежде то, как он заповедал, чтобы получить и другое. Поэтому Господь и в словах молитвы, полагая для нас правила и пределы, до которых должны простираться, прошение наше о житейских предметах, повелел нам говорить следующие слова, исполненные всякой мудрости. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь», то есть дневную пищу. Об этом самом и тот праведник, хотя и не слышал еще этих слов, молился, говоря «И если Господь даст мне хлеб есть и одежду одеться». Итак, не будем просить у него ничего другого житейского. Совершенно недостойно от столь щедрого и обладающего таким всемогуществом просить того, что разрушается вместе с настоящей жизнью и подлежит многим переменам и случайностям. А таково все человеческое. Укажешь ли на богатство или власть или славу человеческую? Будем просить неприходящего, не оскудевающего, не испытывающего перемен. И, зная благость нашего Господа, не будем думать о настоящем, но все наши усилия и желания обратим к небесному. Если он солнцу своему повелевает сиять над злыми и над добрыми и дождю проливается на праведных и неправедных, то тем более не презрит отвращающихся от зла, убегающих от неправды, но удостоит их особого промышления и во всем покажет свое попечение. Зная это, возлюбленные, будем веровать обетованием Божиим и не станем поступать вопреки его заповедям. Что касается нынешних наших дел, то в них мы ничем не разнимся от неверующих. Если он обещает будущее, а мы не хотим стремиться к этому и прилепляемся к настоящему, то какого искать еще другого доказательства неверия, когда самые дела так ясно о том свидетельствуют? И опять, если он заповедует не просить у него ничего из временных и житейских благ, а искать иных, мы, напротив, обращаясь к нему, ищем того, чего заповедал он не искать, и не ищем того, что он повелел искать. И поступая таким образом, столь беспечно, располагая свою жизнь, прогневляя кроткого и милосердного Господа, мы как бы забываем то, что сами делаем, и ищем причины гнева его на нас, почему он часто оставляет нас, когда мы впадаем в различные искушения, а не помышляем о тяжести наших прегрешений и добровольно вдаемся в самообольщение. Поэтому, умоляю, отвергши все это, не будем ничего предпочитать собственному нашему спасению. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Излишнее богатство истощим на бедных. Во всем покажем многое любомудрие презрением суетной славы, уничижением человеческой гордости, обнаружением взаимной любви друг к другу, чтобы получить и здешнее, и будущее благо, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.